Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Почти неделю не выходил в эфир, но, собственно говоря, давайте посмотрим, какой у нас был ранее прогноз, соответственно, реализовал ли он себя и, соответственно, чего я жду от криптовалюты в будущем. Я только недавно вернулся в Москву, к сожалению, не мог найти времени записать полноценный выпуск, даже не нашел времени, чтобы записать что-нибудь из серии, а я так и говорил. Ладушки, давайте немножко освежим память, добавлю маленькую вставочку из предыдущего выпуска, ну и, соответственно, будем разбираться. С большей вероятностью, я считаю, что рынок здесь будет восстанавливаться. Сейчас, даже если не учитывать то, что идет какой-то набор позиций, который, ну, определенно очевиден, можно ждать в любом случае коррекции. Коррекции можно ждать внутри канала. Внутри канала, ну, то есть это как раз за десятку уровень 10500. Это если использовать исключительно технику. Более глобально рассматривая ситуацию, которую нам на данный момент дает рынок, я все же считаю, что нам с наибольшей вероятностью стоит ожидать более среднесрочных, более глобальных восходящих движений. Вот как-то так. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание то, что, как я неоднократно говорил в своих выпусках, нас не пустят в зону покупок. По факту нас в нее не пустили, потому что зона покупок это уровень 9200-9400. Да, был прокол этой зоны, но он там был вообще буквально на несколько минут. Откупили в момент и основному покупателю, который рассматривал, ну, справедливо рассматривал техническую хорошую точку входа на уровне 9200-9400, причем основной покупатель, сами прекрасно понимаете, находился на уровне 9200, этого покупатели очень хорошо прокатили, причем маркетмейкер провернул довольно неплохое движение, которое, в свою очередь, еще и засадило шартистов. А дело это довольно серьезное, те, кто смотрит мой канал, знают, что я, в принципе, беру какую-то глобальную ситуацию, я разбираю ее, ну, и то, чтобы мы как-то там, грубо говоря, переобувались, это крайне редко. Но на прошлом откате действительно абсолютное большинство считало, что мы будем пробивать уровень 9200 и точка закупа, причем пробивать 9200 и точка закупа будет плюс-минус 8800. Но это как бы странно, так как пробой 9200 как бы нас автоматом отправлял плюс-минус в уровень 7500-8000. И в итоге, несмотря на то количество хейта, которое льется на меня там в последних выпусках, глобально я по ситуации оказываюсь абсолютно прав. Здесь действительно довольно важный момент, друзья, научитесь вы уже смотреть на этот рынок более глобально. Наш рынок, он очень маленький, он очень манипулятивный, и сейчас смотреть 5 минутки, ну, просто без толку. Сейчас стоит оценивать уровни, стоит оценивать объемы и стоит оценивать то, что выгодно маркетмейкеру, чтобы поиметь большинство и заработать самому. Ну, это же абсолютно логично. Так, давайте теперь разберем, что же нам стоит ожидать от биткоина более среднесрочно и более долгосрочно. По крайней мере, я хотел бы обозначить вам свое видение. Но перед тем, как мы с вами начнем, несколько слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска – это анонимная OTC-платформа для обмена криптовалют Altap.io. OTC или внебиржевая сделка – это сделка, которая совершается сторонами напрямую, а не через биржу. Простой пример. Если на бирже, например, вы попытаетесь продать 20 биткоинов в один ордер, в любом случае это не будет реализовано. Цена будет расти и вследствие этого вы будете терять какой-то процент. В качестве базового инструмента оценки активов служит биткоин. Курс и предложение биткоина к альткоину формируется по курсу, отличающемуся от курса остальных подобных площадок. Все это благодаря поставщикам биткоинов, готовых продать их со скидкой минимуму в полпроцента. Благодаря этому продавцы альткоинов могут лекально совершать арбитражные сделки и зарабатывать на разнице курсов между разными площадками, ну либо биржами. По сути, это новый формат биржи, вы самостоятельно можете создавать ликвидность. К тому же это все анонимно. Данный проект довольно интересный, вы можете изучить его подробнее по ссылочке в описании. А мы с вами продолжаем. На данный момент биткоин у нас вырос к уровню 10900 долларов. И этот момент действительно довольно важен. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на ряд факторов, которые позволят нам добиться продолжения восходящего движения. Первый факт это то, что мы с вами получили преломление, а также получили подтверждение на преломление среднесрочной трендовой линии. Что уже при закреплении на более крупных таймфреймах даст нам с вами возможность рассматривать точку входа. Также я хотел бы обратить внимание на то, что мы находимся вплотную у довольно неплохого уровня. Уровень это 11100-11300, плюс-минус. Если мы с вами будем заходить в данный уровень, там мы должны будем получить довольно неплохого покупателя. Причем рассматривать там точку входа это будет довольно оправданно, потому что плюс-минус следующая остановка это 12000 долларов. Теперь хотел бы рассказать вам о своем видении рынка более глобально. Как я вам уже говорил в прошлом выпуске, уровень 12-12200 мы не один раз тестировали, пытались пойти на пробой, но у нас не хватило ликвидности. Соответственно мы получили коррекцию для того, чтобы набрать больше ликвида. Коррекцию мы с вами получили довольно глубокую. И я думаю, что более глобальная наша цель это уровень 12-12300. Вот это такая совсем прям глобальная цель, которую нам с вами действительно нужно пробить для того, чтобы получить уже какие-то новые значения по хаям этого года. И говорить, пойдем ли мы с текущих уровней на это сопротивление, конечно, пока рано. Но лично я считаю, что пойдем и более того будем его пробивать. Совсем локально я считаю, что можно быть готовым к сквизам для того, чтобы снести лонгистов. Потому что от поддержки глобальной 9300-9400 мы с вами еще ни разу не рубили лонгистов. Здесь сквиз я считаю адекватный где-то в рамках уровня 10300. По крайней мере я плюс-минус в этом уровне поставил свое ограничение убытка. Да, я в прошлом выпуске говорил, сейчас хотел бы еще раз сказать. Я лично набирал позиции, набирал позиции на уровне 9400 долларов. Также мной был усреднен Zcash. Еще у меня осталось немного фиата. Я пока не решил, в какой актив сейчас я его полью. Причина этого довольно простая. Потому что по той альте, в которую я планирую инвестировать данный фиат, я хотел бы увидеть выход с консолидации. То есть подтверждение выхода с консолидации. Потому что, объясню, в принципе позиция по много альте у меня уже набрана. И сейчас этот фиат, его есть смысл либо использовать на усреднение, если у нас будет какой-то ультрадамп, либо, соответственно, стоит входить этим фиатам на каких-то точках входа, которые уже менее рискованные. Этот выпуск больше про биткоины, но все же надо совсем кратко затронуть альткоины. По альткоинам я вам, собственно говоря, говорил. То, что у нас альта в основной массе получила довольно неплохие поддержки. И действительно, точки входа здесь довольно обоснованные. Не хочу там говорить, я был прав, я говорил. Просто возьмите, посмотрите, значения альты, которые были на прошлом выпуске, позапрошлом выпуске, и сколько они стоят сейчас. Еще хотел бы локально обратить ваше внимание на эфириум. Эфириум локально показывает одну за другой предпосылки к тому, что у нас будет идти преломление за 200. Те, кто вам суд в уши по эфиру, что там он даст уровень 130, это абсолютно необоснованно. У него жесточайшая, просто нереальная поддержка на уровне 160. И даже если сейчас он будет дампиться ниже этих уровней, и локально, и даже среднесрочно, мы очень навряд ли увидим актив. Также довольно важный момент, который в обязательном порядке надо держать в уме, но не использовать его как координаты там для отсчета, это запуск бакта. Действительно, если все пойдет по плану, если не будет каких-то накладок, данная новость может быть очень хорошим фундаментальным фактором для действительно крутого роста актива. Причем здесь ждать осталось как бы совсем недолго, потому что 28 числа уже все это дело запускается, и это тоже просто стоит держать в уме. Основное, конечно, от чего стоит отталкиваться, это то, что действительно были набраны довольно крупные позиции, действительно довольно серьезные откупы. Мы с вами не получаем никаких панических продаж, мы с вами идем четко по уровням, и здесь какую-то убер-панику разводить не вижу смысла, разве что такое может быть у людей, которые реально торгуют там по пяти минуткам. Если вы смотрите хотя бы час-четыре часа, то можете обратить внимание на то, насколько ситуация более-менее позитивно складывается. Еще хотел бы затронуть такой момент, очень важный момент. Друзья, я обратил внимание на одного небезызвестного трейдера, не буду обозначать кто что, сами поймете. Ребят, если вы находитесь в какой-либо позиции, не надо пытаться дорисовать как-то график под вашу позицию. Профессия трейдера, она как бы заключается в том, что вы должны анализировать рынок с холодной головой, а не отталкиваясь от своих сделок. Это я говорю там тем людям, которые топят, топят, топят шорт, хотят тысячу долларов, хотят семь тысяч долларов. И нет, абсолютно это сейчас неоправданная точка зрения. Но еще, конечно, поменьше технических индикаторов. Пожалуйста, учтите, что этот рынок, он прям мелкий. Технические индикаторы работают на объемах, они не работают на ботах, они не работают на манипуляциях. И действительно, сейчас там отталкиваются от RSI, стахастика, MACD. Ну, просто глупо. А самое глупое, что можно сделать, это отталкиваться от индекса страха и жадности. Я прям на это хочу-то давить. Ладно, друзья, давайте подведем итоги. Совсем локально можем ожидать сквизы, по той причине, что у нас не были высажены лангисты. Сквизы адекватные, я считаю, это до уровня где-то 10-300, плюс-минус. Если рассматривать ситуацию более среднесрочно, все же я планирую увидеть биткоин за уровнем 11 тысяч долларов. Если же рассматривать ситуацию более глобально, все же, я думаю, мы с вами глобально идем на штурм 12-12-200 с дальнейшим пробоем. Напоминаю вам, если вы хотите подписаться на группу с моими ежедневными обзорами, формы на подписку вы найдете внизу. Ну, а, собственно говоря, я заканчиваю. С вас лайк, подписка и комментарий. До следующего выпуска, друзья. Работаем. С ужасом узнал, что мне ставят дизлайки. Я думаю, что это глупые китайки. Но если я узнаю, что кто-то из своих, я потомственный колдун, порчу и наведу на них. Я в каждом окне, в окне рекомендации. Собираю лайки, бурные овации. В телеке, в компе и даже в долгий путь, чтобы меня не потерять. Подписаться не забудь.